Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня. Дух патриотизма воспитывают с детства. Первая группа казачат-дошкольников появилась в Анапском районе. Умные счетчики на страже электричества. Специалисты «Кубани-Энерго» приступили к внедрению автоматизированной системы учета электрической энергии. Зима не за горами, что приготовила природа в предстоящие зимние месяцы информация краевых синоптиков. В День народного единства и последующие выходные дни все службы города будут работать в усиленном режиме. Об этом шла речь на специальном совещании под председательством первого заместителя главы Анапы Анжелики Базуновой. Она поручила подойти к работе максимально ответственно. Уже с завтрашнего дня все спасательные службы будут переведены на усиленный режим работы. Сформированы оперативные группы для реагирования в случае внештатных ситуаций. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Также напряженные дни предстоят для коммунальщиков. Потребуются дополнительные бригады для уборки мусора. Нужно быть готовым в любой момент возобновить подачу электричества, воды или тепла. От этого во многом зависит работа других специальных служб, а также то, как пройдут сами мероприятия. Объекты топливно-бедического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства будут работать в режиме повышенной готовности. В период 4-го по 6-го ноября на объектах жизнедообеспечения сформированы и дополнительно будут работать аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные необходимым снаряжением специальной техникой. Полицейские патрули будут проходить максимально близко к местам массовых мероприятий. Силовиков переведут на усиленный вариант несения службы. При организации проведения мероприятий с массовым участием граждан нам необходимо проявлять повышенную бдительность, в полном объеме и с высокой степенью ответственности выполнять все мероприятия, которые запланированы у нас, и проводить мероприятия направлены на предупреждение происшествий чрезвычайных ситуаций. Полагаю, что сотрудники отдела МВД России по городу Анапа и отдельной группы ДПС ГИБДД в тесном взаимодействии с казачеством, народными дружинами, частными охранными организациями сделали все от них доверящее, чтобы не омрачать праздничные дни для наших жителей и гостей города. Круглые столы, патриотические акции, концерты и ярмарки. Запланированы десятки мероприятий. Первые из них пройдут уже завтра. Утром библиотеки проведут акцию под названием «В единстве наша сила». В полдень молодежь обсудит в режиме круглого стола вопросы толерантности, а вечером пройдет ночь искусств с выставками, концертами и творческими встречами. 4 ноября основным общегородским мероприятием станет праздничная программа «В единстве наша сила», в рамках которой пройдут с 10 часов праздничная ярмарка предприятий торговли, общественного питания, здравниц и предприятий сельского хозяйства. Будет подготовлен фестиваль, проведен фестиваль национальных блюд «Стол дружбы». По словам Анжелики Бузуновой, обеспечение безопасности – одна из приоритетных задач. Главная цель – не допустить причин и предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Анапа отметит День народного единства ярко и празднично. В программу мероприятий, посвященных этой дате, вошли патриотические акции, работы ярмарок, концерты творческих коллективов и спортивные конкурсы. Стартуют торжества 3 ноября. В 11 часов в сквере возле Центральной библиотеки пройдет историческая акция «Славь, Серусь, отчизна моя», а на Театральной площади акция «В единстве наша сила». 4 ноября с 10 до 14 часов на Театральной площади развернется праздничная ярмарка, фестиваль национальных блюд «Стол дружбы» и «Кладовая ремесел». Студенты организуют красочный и задорный фестиваль «Дружба народов». С 11 до 14 часов на Театральной площади создавать праздничное настроение всем анапчанам и гостям будет концерт лучших творческих коллективов Анапы «Мы едины, мы Россия». Показательное выступление спортсменов, конкурсы и состязания. Принять участие в торжествах приглашаются все желающие. В Краснодарском крае начала работу горячая линия губернатора по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Планируется, что наиболее актуальные вопросы рассмотрят на форуме «Дело за малым». В Крывом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства ожидают, что бизнесмены выскажут предложение и мнение о дальнейшем развитии государственной региональной политики в области малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут направить свои обращения к губернатору по телефону 8 800 707 07 11. Линия будет работать до 30 ноября. И к другим темам. Казачья группа появилась в детском саду номер 18 «Виктория». Это первые казачата-дошкольники в Анапском районе. И, как говорят представители администрации и казачества, такое доброе начинание обязательно получит продолжение. Ведь патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей должно стать одним из приоритетных направлений не только в школьном, но и дошкольном образовании. Казаки, казачата, теперь и казачки – новая, самая юная смена опоры и поддержки государства. В Анапе открылась первая казачья группа детсадовцев. Но, несмотря на столь юный возраст, посвящение проходило по всем правилам. Настоящие казаки зачитали устав, а новоиспеченные торжественно обещали его соблюдать. Уважать саду! Отвечаю! Любить спор и увлекать здоровье! Отвечаю! Инициатором открытия казачьей группы выступил сам сад. Родители поддержали инициативу, и вот 25 мальчишек и девчонок в казачьих нарядах уже демонстрируют стать и выправку. Я знакомлю детей с историческим прошлым Кубани, рассказываю о казаках, о разных легендах, знакомлю с духовными праздниками. Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы эти дети, почувствовав себя казаками, полюбив, так сказать, это дело, пошли казачьи классы. Но какой же казак без веры? Настоятель храма иконы Божьей Матери Державная, отец Петр, теперь и духовный наставник казачат, прочитал молитву. Раздал иконки и сделал наставление на путь духовный. Анапские казаки также обещали на постоянной основе передавать свой опыт самому младшему поколению. Это очень важно. Живем на Кубани, земля кубанская, казачья. Без детей, если будем растить правильно, воспитанных, культурных, которые будут уважать стариков, помогать старикам, это очень хорошо. Использовать в педагогической работе добрые традиции казаков в этом саду начали два года назад, когда открыли фольклорную студию. Здесь реконструировали казачий курень, воссоздали предметы быта казаков. Хотя это далеко не единственное направление. Руководство Виктории делает ставку на гармоничное разностороннее развитие детей. Не зря учреждение имеет статус Центра детского развития. Так, здесь, кроме обычных игровых комнат, есть и за студии комнаты пластилинографии, а также лего-студия, где дети развивают усидчивость и мелкую моторику. Оборудованный спортзал и даже тренажерный с настоящими снарядами. Квалифицированный инструктор обучает детей плаванию в теплом бассейне, который работает круглый год. А кабинеты логопеда и психолога больше похожи на сказку. Здесь используют нетривиальный подход. Все это, безусловно, положительно влияет на развитие ребенка. В детском курорте, где молодому поколению уделяется самое пристальное внимание, это особенно важно. А теперь с открытием казачьей группы сад будет воспитывать не только разносторонне развитое, но и патриотически сильное поколение. Энергетики установят 8 тысяч умных счетчиков в Анапском районе. Специалисты юго-западного филиала Кубани-Энерго приступили к внедрению автоматизированной системы учета электрической энергии с использованием новейших сплит-счетчиков на территории Анапского района. С начала октября уже установлено более 200 приборов учета, а до конца года энергетики планируют установить 8 тысяч счетчиков. Современные приборы и методы учета электроэнергии развиваются много со временем. Жители села Варваровка стали первыми обладателями новейшего оборудования, которое совсем не похоже на привычные электрические счетчики. Монтаж измерительной части блока на столбе занимает не более 10-15 минут. Вторую часть прибора потребителю достаточно подключить к обычной розетке и просто следить за показаниями. Основное ноу-хау современного оборудования, которое является отечественной разработкой, это прямая связь с оператором поставщика услуг. Теперь не придется переписывать данные с прибора и с заполненными от руки квитанциями идти производить расчеты. Умная автоматика при помощи GSM-связи самостоятельно передаст все данные, употребляемой энергии поставщику и рассчитает в денежном эквиваленте. Важную роль здесь играет отсутствие человеческого фактора. Если ранее контролеры допускали ошибки в заполнении документов, что приводило к спорам между потребителем и поставщиками, то теперь такие ошибки исключены. Местные жители в целом нововведения одобряют, хотя еще не успели по достоинству его оценить. Кроме того, что новое оборудование защитит потребителей от скачков напряжения, в случае обрыва проводов или короткого замыкания, сигнал моментально поступит в центр сбора и обработки информации. Это позволит специалистам оперативно выехать и исправить поломки без предварительных звонков абонента. Преимущества современных технологий налицо. Но, как говорит директор филиала Кубаниэнерго Юго-Западные электрические сети Дмитрий Головаха, удобство в использовании умных приборов учета ощутят только добросовестные потребители. Конечно, если мы говорим о недобросовестном потребителе, то, конечно, он в этом случае проигрывает и находится в невловком положении, потому что одно из самых главных преимуществ данного прибора учета – это исключить хищение электроэнергии. Данный прибор учета разделен на две части. Измерительная часть прибора учета находится на опоре, на отводящем проводе, который идет к потребителю, который полностью исключает доступ к нему, то есть уменьшает хищение электроэнергии. А потребительская часть или индикаторная часть, то есть культ управления, на котором потребитель может видеть свое потребление, находится в любом удобном месте для потребителя. Монтаж автоматизированных систем учета происходит в рамках договорных обязательств между Кубаниэнерго и частными инвесторами по энергосервисным контрактам. Принятием решения о введении нового оборудования стала сложная ситуация, связанная с масштабными хищениями электроэнергии, юридическими и физическими лицами, за которые часто приходится платить другим абонентам. В последние дни осень показала всю палитру красок, от приветливой теплой погоды до ураганов, ветра и дождей. А что ждать от зимы, которая уже не за горами, нам рассказал главный синоптик края Андрей Бондарь. Что касается холодной зимы, мы все-таки не ждем экстремально холодную зиму. Мы ждем зиму, близкую к среднем многолетним значениям, с некоторым отрицательным отклонением от нормы, при том с небольшим отрицательным отклонением. А это значит, что будет все-таки достаточно холодно, поскольку последние 5-7 лет мы, в общем-то, привыкли к теплым зимам. Последняя зима 2015-2016 годов была объявлена вообще самой теплой на северном полушарии за весь период наблюдения. Поэтому значения, температурные значения близкие к норме, это достаточно холодно, то от чего мы просто уже отвыкли, потому что будут более частые переходы через нулевую отметку и в целом будет достаточно прохладно. Для района Анапы у нас среднемесячные температуры для зимнего периода времени относительно высокие на фоне всего края. Это температуры порядка 3-4 градусов выше 0. Хотя температуры будут соответствовать, в общем, климатической норме, но по ощущениям будет достаточно прохладно. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин